Наступление весны традиционно открывает взором жителей столицы множество проблем. Разбитые дороги, оттаивающий мусор, но еще неприятнее текущий потолок в собственной квартире. Жильцы домов 42 и 44 по проспекту Мира возмущены таким положением дел. Разобраться в причинах решили наши коллеги. Дома, построенные еще в 70-х годах прошлого века, давно нуждаются в капитальном ремонте. Те работы, которые проводит управляющая компания, лишь временно устраняют протечки. На этот же раз и заплатки не помогли. Однако на большее денег не хватает. Задолженность жильцов составляет порядка 400 тысяч. Что это, как понимаете, не маленькие деньги, которых можно было отправить именно на ремонт данной кровли. Поэтому делается только локальный ремонт для устранения точечных протечек. Жильцы утверждают, что плати-не плати – результат один. Никакого результата. Я каждый месяц плачу постоянно, всегда. А тут вот это мы сами ремонтировали своими деньгами. Вот это вот, вот это. Вот сейчас никто не делал, смотрите как. А там вон уже падать начали. Там вот ремонт делается, штукатуре немножко. Все равно тут течет вода. Везде. И тут трещина вот туда, там стена, тут пустит. Капитальный ремонт в этих домах запланирован на 2018 год. Но если жильцы не погасят долги, то, возможно, и в следующем году его не дождутся. Проблема в большей степени – это вот в бывших общежитиях, где народ как на вокзале, они там приходят и уходят, а активных жильцов очень мало. Просто жильцы большинство сдают. Жильцы часто меняются, друг друга уже практически не знают. Поэтому никто не хочет на себя ответственность брать. Для проведения капитального ремонта требуется 745 тысяч рублей. Чтобы набрать эти средства, жильцы должны проявить заинтересованность. Проще говоря, начать платить. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.